Кто заплатит за разбитые подвески, недоумевают житие улицы Бурачка. Дорога, которой пользуется весь район, и дорогой назвать сложно. С проблемой Владивостокцы обратились на портал «За дело». В ситуации разбирался Илья Мороз. Вот сейчас мы как раз едем по дороге. Видно, как машина трясется. Ну и ежедневно здесь убивают свою подвеску жители, ну как минимум, семи домов. Дома номер семь и номер девять на улице Бурачка, построенной пять лет назад. Всего 360 квартир, почти в каждой есть автомобиль. Напротив еще пять домов. Дорога общая, ее состояние оставляет желать лучшего. По нашей дороге невозможно ездить ни на коляске ребенка не возить, ни на машине проехать. Этот участок дороги занимает больше времени, чем проехаться до центра города, грубо говоря. Ну как бы, потому что приходится объезжать каждую ямку. Во время дождей по дороге текут реки, а возле дома номер семь образуются целые озера. На дороге нет ливневок, поэтому во время дождей вся вода стекает вниз. Вот здесь образуется огромная лужа, обойти которую можно только по этому бордюру. Мы находимся в низине, и вся вода Сокатова из Запорожской, все льется к нам, и у нас дом плавает. Жители уже три года пишут обращения в различные инстанции. О том, что необходимо провести ремонт, подтвердили в МВД. Дорожное покрытие по улице Бурачка имеет повреждения и не соответствует требованиям ГОСТа. В администрации города о проблеме знают, но каждый раз на ремонт дороги не находится средств. В рамках ограниченного финансирования мероприятия по ремонту проезда к домам по улице Бурачка на 2018 год не учтены. Однако ваша информация принята к сведению и будет использована в дальнейшей работе. Каждый год с 2016 года нас перекладывают на следующий год и говорят, стойте в очереди, ждите. Денег нет, вы не включены в план развития сети дорожной и так далее. То есть каждый год одинаковый ответ приходит слово в слово. Уже третий год подряд жильцы сами за свой счет вынуждены ремонтировать проезжую часть. Вот так вот жильцы Бурачка 7, 9, 11 своими силами собрали деньги, вызвали бетонную мешалку, перекрыли дорогу и ремонтируют своими силами дорогу. На этот раз жители обратились на портал задело.рф. Чтобы решить проблему быстрее, специалисты портала направят запросы в краевую администрацию и будут следить за работой органов власти. Если у вашего дома или в вашем районе есть проблема, которую вы не можете решить самостоятельно, обратитесь на портал задело.рф. Это просто. Регистрируйтесь, указывайте номер телефона, описывайте ситуацию и прикрепляйте фото, подтверждающие ваши слова. По заявке оперативно отправят запросы в контролирующие органы. И если проблема привлечет внимание других пользователей, на место приедет съемочная группа ОТВ. Илья Мороз, Павел Михайлов, Панорама.